Американские законодатели выразили обеспокоенность по поводу продолжающегося геноцида и призвали администрацию Байдена строго соблюдать закон о политике в области прав человека уйгуров и закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, сообщает 22 сентября «Голос Америки». Законодатели потребовали, чтобы правительство ввело наказание в соответствии с этими законами против физических и юридических лиц, причастных к преступной деятельности уйгуров и других мусульманских этнических групп в Синьцзяне. 23 сентября 2023 года в Стамбуле начал свою работу Совет национального единства, организованная ассоциацией образования и солидарности Восточного Туркестана. Во встрече, которая продлится три дня, принимают участие интеллектуалы Восточного Туркестана, государственные деятели, ученые, представители различных НПО, Аксакалы и пионеры дела Восточного Туркестана со всего мира. На открытии также присутствовал лидер партии Великий Союз Мустафа Достичи. В своем выступлении Достичи заявил, что Турция всегда была на стороне народа Восточного Туркестана и подверг критике позицию китайской администрации в регионе. Тот факт, что институты Конфуция, которые китайзируют бесчисленное количество людей из Восточного Туркестана под эгидой образования Конфуция и стремятся распространять так называемую китайскую культуру и язык, на самом деле являются центрами шпионажа Китая. В этом регионе часто поднимаются экспертами, которые проводят серьезные исследования на эту тему. По мнению экспертов, в то время как институты Конфуция финансируются Китаем, а их программы определяются Китаем, институты Конфуция, которые быстро распространяются по всему миру, создают серьезные проблемы безопасности в некоторых западных странах. Недавнее появление институтов Конфуция в столице Кыргызстана Бишкеки вызвало опасение, что китайское население в тюркских государствах будет постепенно увеличиваться. По данным китайской пропагандистской сети Тан Рыдак, некоторые кыргызские учителя в Бишкеке официально поддерживаются китайцами, а прокитайская Гульзат Исматова из Бишкекского государственного университета была назначена директором Института Конфуция в Кыргызстане. Федеральное министерство внутренних дел и общин Германии планирует ввести ограничения на оборудование 5G, произведенное в Китае. Соответствующее предложение представят в федеральном парламенте Германии в ближайшие недели. В то время как в Германии продолжаются дебаты по поводу широкого использования компонента Huawei в сетях радиодоступа 5G, новый отчет показывает, что Федеральное министерство внутренних дел и общин Германии рассматривает возможность ограничения китайского оборудования 5G от таких компаний, как местные операторы Deutsche Telekom и Vodafone. Согласно сообщению, Министерство внутренних дел представит свое мнение по этому вопросу федеральному парламенту Германии на следующей неделе. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал помочь президенту Сирию Башару Асаду, который находится с визитом в стране, восстановить Сирию и нарастить ее контртеррористический потенциал. Сообщается, что первый визит президента Сирии Башара Асада в Китай с начала 12-летней гражданской войны в его стране ознаменовался стратегическим партнерством между двумя странами. Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поможет Сирии восстановить и развить ее контртеррористический потенциал. Министр обороны Тайвана Чио Го Чен отреагировал, назвав недавние военные действия Китая ненормальными, после того, как на этой неделе в воздушном пространстве страны были замечены десятки военных самолетов. Китай предполагает, что вернет себе самоуправляемый Тайвань, даже если ему придется применить силу. В последние годы Пекин усилил дипломатическое и военное давление на Тайвань. В письме председателю КНР Си Цзиньпину лидер Северной Кореи Ким Чен Ым подчеркнул, что он будет продолжать продвигать и укреплять тесное сотрудничество с Пекином в соответствии с требованиями новой эпохи. Согласно официальному центральному телеграфному агентству Северной Кореи, Ким написал письмо в ответ на послание Си Цзиньпина по случаю 75-летия Северной Кореи. Субтитры создавал DimaTorzok